всем привет привет вы на канале вот гсн и на продаже появился объект 907 почему говорю на продаже потому что условно это рулетка но по факту это жирный набор за вполне себе приемлемую цену смотрите если вы прокрутите рулетку до 13 прокрута включительно рулетка обойдется вам в 13 50 если вам выпала машина то со всякого рода плюшками вы получили себе десятку всего лишь за 13 кусков я считаю что это выгодно 14 прокрутов и тогда 15 тысяч 940 все равно в пределах разумного 15 прокрут 19 440 и это все равно абсолютно нормально для машины десятого уровня скорее всего без легендарного камуфляжа ну а если вы откроете полностью всю рулетку и заберете полностью все что в ней есть то 16 прокрутов обойдутся вам в 22 440 давайте говорить 22 500 просто для ровного счета за двадцать две с половиной тысячи голды вы получаете себе годную десятку в ее легендарном внешнем виде x10 в количестве трех штук 2 обвеса вы получаете себе три контейнера собери их все из которых возможно что-то выпадет может голдишку какую-то соберете а если вы ранее их открывали то соответственно может быть добьете себе талисманчиков ну и соответственно косарь голды вернете вы получаете черный контейнер из которого выпадет вам хоть чуть-чуть голды однозначно плюс к тому ребят вы получите им себе 6 мистических контейнеров первого уровня ну короче говоря мне кажется что данное предложение очень даже себе интересное рассматривайте его именно как комплект а не просто рулетку я буду крутить сейчас у себя на основном аккаунте потому что на основе у меня объекта 907 нет но я с удовольствием бы его себе заимел давайте попытаемся выбить машину если не получится в любом случае перейдем на пресс аккаунт и понятное дело что 907 из ангара выкатим но все же хочется забрать стоит также ребят помнить что если вы уже начали крутить рулетку то тут одно из двух либо вам необходимо остановиться после нескольких прокрутов либо уже идти до конца потому что если вы прокрутили половину рулетки ничего не достали то вы слили приличное количество голды открываем сразу черный контейнер этот черный ящик вы по большому счету он потратили большое количество золота и при этом не получили машину поэтому сразу определяйтесь вы готовы идти ва банк или нет я ва банк идти не готов но существенно покрутить рулеточку хочется как минимум потому что здесь есть возможность пооткрывать контейнеры и глядишь в этот раз мне хотя бы как-то повезет удивляет то что только на третьем прокруте мне выпадает серебро но я считаю что это довольно таки неплохо крутим дальше кстати ребят я ошибся здесь есть 6 контейнеров собери их все и два раза черный ящик поэтому это предложение получается еще выгоднее едем дальше забрал обвес я лично считаю что пока я не в минусе мне голдишка вернулась из черного ящиком скорее всего сейчас будет либо серебро либо свободка голосую за серебрягию но нет черный ящик получается верну себе еще дополнительно как минимум 400 может поднимусь на уровень выше 400 просто супер забираем пока все клёво пока вопросов нет да я немножко пошел в минус по своей золотой копилке но не считаю что прям существенно что у нас еще выпадет но серебро стопудово серебро явно не машина свободка свободка ребят я удивлен неужели рулетку сделали такой что сначала ну так скажем так в начале прокрутов не идет одна шелуха выпадает что-то годное но окей наконец-то забрали кредиты крутим дальше очень хочу объекта себе забрать 907 прям дуду дуду дуре хочу эту машину себе многие сравнивают эту машину с т-22sr я бы не рекомендовал это делать потому что все-таки машины разные они в чем-то похожи по геймплею но т-22sr он там более забронированный собери их все между прочим ну что открываем ну давай соберу их все сейчас как выпадет мне сейчас машинам талисман золото значит я забрал себе я ничего себе не забрался косарь бы высветился я так обрадовался блин думаю сейчас ничего себе голду заберу не понял а я вышел ребят давайте-то откроем я вернусь назад к рулетке даю честное благородное слово мне хочется все-таки до открыть эти контейнеры и глядишь оттуда что-то забрать не туда кликнул но что нет здесь не будет ничего а кстати талисман то получается все правильно талисман у меня открылся значит он у меня есть к обналичиванию сейчас посмотрим верну назад косарь голды или нет ну давай растормаживайся люди ждут быстрее так спасибо большое прогрузка пошла не знаю почему блин тормозит так магазин сегодня и хранилище это просто ужас какой-то так опускаемся вниз где талисман почему я найти его не могу куча всего куча всего разная внешний вид где мои талисманы здесь что ли он лежит так это на это не то ничего не понимаю у меня скорее всего он просто первый раз выпал тогда и показала что талисман пошел ладно возвращаемся к рулетке с этим вопросом я чуть позже разберусь крутим дальше не хочется сильно уходить ценник все больше и больше кусается мистики открываем конечно открываем мистики но будет талисман мистик между прочим второго уровня сразу вывалился мне нет фиг там это четвертый просто надо 15 целых собрать друзья не все так просто забираем открываем еще раз ну давай тоже нет забираем ну еще один мистик открываем дофиг тебе гсн короче большой такой огромный ничего с мистиком не выпало очень жаль так что мы имеем я слил грубо говоря там шесть тысяч золота нахожусь в существенном минусе ну и не знаю дальше что мне делать идти во банк или не идти на каком прокруте я сейчас нахожусь 11 до 13 ладно бог с ним давайте еще давайте еще рискнем скорее всего сейчас будет либо контейнер либо обвес если будет аватар я начну плакать три контейнера собери их всем ну давайте откроем талисман золото окей хорошо забрали еще раз блин ну бредня ребят реально очень обидно я сейчас так вообще просто дудури дудури спускаюсь вниз и не вижу в этом дальнейшем никакого смысла все я думаю что на этом ребят я могу смело заканчивать не вижу смысла дальше прокручивать здесь еще есть у меня вероятности вот этого всего выпадения ну и соответственно я буду только уходить дальше в минус а с другой стороны бог его знает может я погорячился может прокрутить все-таки до 13 прокрута ладно азарт азарт ребят дело страшное только ради вас это делаю не думаю что выпадет мне машина скорее всего я просто сейчас слил огромное количество да ладно объект 907 я его забираю ребят я забираю объекта 907 на основном аккаунте это просто 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 неимоверное везение в моем случае давайте теперь посмотрим во что мне это дело обошлось обошлось это мне все дело в чтоб с меня сейчас просит 2500 если я правильно сейчас понимаю то мне машина обошлась в двенадцать прокрутов всего лишь двенадцать даже не тринадцать прокрутов как я говорил 13 прокрутов это тринадцать тысяч пятьдесят и минус две с половиной тысячи которые с меня сейчас просят за 13 прокрут это получается десять тысяч пятьсот пятьдесят голды я не неверно счастлив это просто чуба какая-то все вопросов никаких не имеем перекидываемся сейчас на основной аккаунт сейчас объясню почему дело в том что я ожидаю старта ивента на слив ресурсов вот этот красавец я не хочу тратить сейчас там хотя почему не хочу серебро то в принципе не сильно ценится открываем что-то меня переклинило извините ребят я немножко так на нервозе быстренько быстренько накидываем на него все что необходимо беру вот так вот просто голды от балды ставим быстро амуницию здесь у нас к скорости полета снаряда нет мне это не надо абсолютно да у него не самые быстро летающие снаряды но в то же время я не планирую на нем отыгрывать постоянно исключительно на каких-то дальних расстояниях поэтому в целом формирую себе все что необходимо вот просто по стандарту для средних танков с не очень крутым бронированием теперь что касается вот этой штуки видите две пятьсот пятьдесят в рулетке можно в принципе забрать внешний вид еще но я не думаю что он мне выпадет сейчас за две пятьсот поэтому если уже что то я лучше просто куплю себе конкретно вот это они мне выпадет анимированный аватар которым я могу которым я вообще ничего не могу так совсем совсем поменялась суть видео которое снимал планировал переходить на пресс как обычно и там заценивать но давайте будем заценивать на основе что по ттх обзор на объекта 907 на канале есть я обязательно положу ссылочку в описании к данному видосу ну а кратенько сейчас по орудию орудия очень комфортно и очень классная 3 секунды время сведения практически божественное обалденный разброс меньше 0 3 я бы сказал существенно меньше потому что здесь 0 275 просто дикий дпм практически в три с половиной тысячи это действительно мега крутой показатель и все благодаря тому что мы перезаряжаемся всего лишь пять с половиной секунд а накидываем целых 30 от 20 единиц на базовых снарядах это действительно крайне комфортная пушка на десятом уровне что касается пробития 245 более чем достаточно калиброванные снаряды нет смысла ставить ну и что касается голдовых кумулятивов то здесь пробитие в 300 но я больше люблю подкалиберы кальмулятивы все таки меня немножко смущают 270 единиц урона они дают в среднем и я пользуюсь ими крайне редко что касается угла вертикальной наводки то минус 7 это лучше чем стандартный показатель для советской техники но меньше чем хотелось бы каму сейчас никакой одевать не буду потому что пока не знаю буду докупать себе легендарный внешний вид или нет в честь так сказать праздником пока не планирую но не буду тратить время на то чтобы выбрать себе подходящий каму уходим из рейтинга я хочу попасть в обычный бой ну и соответственно отправляемся тестить обновленную тачку ух ребят слушайте настроение прям вообще самого утра поднялась задорное бодрое ну прям не знаю распирает меня от счастья потому что ну реально ребят за 10 с копейками тысяч если бы выставили на продажу в голом состоянии вообще без ничего ну принципе мне машина так и досталось я бы все равно его взял а давайте теперь еще и говорить о том что за 10 с копейками тысяч мне обошлась машина но мне еще при этом возвращалась назад голда поэтому это если бы мне даже голда не возвращалась из каких-то контейнеров в таком случае можно говорить о том что мне эта машина в 10 копейками обошлась а так одна обошлась мне дешевле можно сказать что 10 а может даже где-то там 9 800 ребят я не помню сколько голды мне выпадало из контейнеров ну честно не запоминал серьезно потому что ждал просто того что выпадет какая-то тачка все-таки а не компенсация золотом но в любом случае я помню что мне выпадало 300 голды мне выпадало 400 голды а это уже 700 значит 9 800 как минимум или как максимум в сухом остатке время сведения по машине как видите просто шикарное что касается точности тоже классно это я сейчас косанул я сейчас прицелился выше я хотел пробить бортину башни у т110 е4 но и соответственно я не смог этого сделать потому что он башню довернул как вы видите на вот этом среднем расстоянии я абсолютно спокойно сейчас выцелил маленькую маленькую серую точку а именно ком башню у пт хи и соответственно туда вполне спокойно забросил снаряд именно за это мне объект 907 нравится это очень точное орудие на десятом уровне она очень бодро и быстро перезаряжается и от этого только комфортнее становится играть на данной машине так сейчас попробуем провернуть то же самое с вот этими вот ребятами голдовый лучше голдовым нанести меньше нежели пытаться до посинения выцелить кого-либо ну вот она вот она точность объекта 907 просто чумовая я бы сказал что она идеальная даже без полного сведения ты вполне спокойно выцеливаешь любую серую зону главное просто приловчиться к этому и что самое интересное что данная машина ребят она довольно таки результативно играется не только играя с пк как это делаю я но и играя на сенсорниках ну все вы знаете по поводу того что на сенсорах не настолько просто реализовывать некоторые машины некоторые машины требуют определенного рода сноровки в этом отношении ух красота третий фраг третий фраг ребята я уже перезарядился и на прощание перед тем как скрыться за горизонт могу накинуть в кашке еще немножечко урона ну а теперь попытаемся как там замести следы ну и вернуться к этому товарищу снова здорова как говорится да и в принципе он там сейчас прогой 65 отвлечен их я виноват поторопился дайте вот азарт адреналин все это берет свое и порой торопишься и делаешь глупость какую-то ну все брат давай будем прощаться с тобой 4 фрага на новой тачке на основном аккаунте и мне кажется ребят что видео удалось если вы со мной согласны обязательно обязательно прямо сейчас ставьте лайки и если вы за честное видео от абсолютно честного автора и абсолютно честное мнение по поводу того что происходит в игре то прямо сейчас подписывайтесь на мой канал и обязательно жмите на колокольчик для того чтобы не пропустить новые видео я стараюсь специально для вас 3110 единиц урона 4 уничтоженных соперника и знак классности второй степени а знаете о чем это говорит ты говорит о том что потенциально машина может еще больше что касается нашей результативности в отношении команды то я больше чем уверен что это нет вот здесь немножечко не повезло прога 65 меня обошла я был уверен что я буду на первом месте но и такому второму ребят месту я тоже рад девяносто две тысячи фарма это с учетом прем аккаунта и 70 тысяч без прем аккаунта именно за вот этот геймплей я и хотел себе объекта 907 тачка просто крутотенная кто-то кстати спросит однозначно а за сколько его можно продать потому что это все-таки коллекционка продать его ребят можно за семь с половиной тысяч золотом вот такая вот математика в моем случае если его продам то буду в минусе ну а если вы себе его откроете ранее чем грубо говоря там 10 прокрут то выйдите в ноль а может быть и в какой-то плюс зависимости от того что упадет из контейнеров но все-таки я не голосую за то чтобы продавать данную машину особенно если вы любите геймплей на средних танках и любите играть на очень подвижных машинах с шикарным точным орудием я побежал снимать следующее видео специально для вас а вам друзья мои мира и обязательно спокойствие пока пока